Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Месси, Господи. Преподобный Навросий Оптинский Мощи Учение Православной Церкви о почитании святых мощей хорошо изложено и объяснено в первой части «Камня веры» Стефана Иворского, который, между прочим, приводит причины почитания святых мощей именно, во-первых, свидетельства Седьмого Вселенского Никейского Собора, который не в правилах, а в третьем действии своим, называет мощи святых источниками исцелений. Ими же Бог много благодеяния человекам творит, а во-вторых, свидетельства святаго Кирилла Иерусалимского, который в восемнадцатом оглашении своим пишет так «Не душа от очей святых почитания достойна есть, но и в теле всех их усопших есть сила некая и могутство. Лежащь бы во гробе, или сея вам мертвец, мертвого же пророческого тела прикоснувайся оживее». Святой Василий Великий в девяносто первом правиле говорит «Если решимся отвергать неписанные обычаи православной христианской церкви, как бы не имеющей великой силы, то неприметно повредим Евангелию в главных предметах или даже сократим благовестие в единое имя без самой вещи». Таким неписанным преданиям христианской церкви всегда принадлежал обычай почитать не только честные останки и мощи святых угодников Божьих, но и сами вещи, им принадлежавшие. Например, не без причины установила церковь празднование поклонения честным веригам святаго апостола Петра. Явно, что через эти вериги были какие-либо чудеса и исцеления. Христиане, перевенствующие церкви, также свято чтили головные повязки святаго апостола Павла, орошенные потом апостольских его трудов, так как через них получали исцеление от болезней и от злых духов. Если христиане так почитали вещи, принадлежавшие святым угодникам Божьим, то понятно, по каким причинам они почитали телесные их останки или мощи, и почему составился обычай, утвержденный Седьмым Вселенским Собором и другими поместными, строить храмы не иначе, как над мощами святых мучеников, так как в первые века христианство распространялось и утверждалось преимущественно через проповеди мучеников и их страдания. Но из этого не следует заключать, чтобы целокупные мощи преподобных не имели равносильной важности. Подвижническая жизнь преподобных есть продолжение, ежедневное добровольное мученичество. А что целокупные нетленные мощи известны только в России, это несправедливо. С IV века и до ныне греческая церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тремифутского, которые не только нетленны, но в продолжении XV веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывший в Оптиной пустыне, передавал издателю «Жития» и писем затворника Задонского Георгия, отцу Порфирию Григорову, что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от онных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказывать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы была прорезана и тело набальзамировано. Потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиной. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Во исполнение слов Господних «Земляйся и в землю отыдишь и в мощах предается тлению часть некая, или пальцы какой-либо руки, или ноги, или что иное». Недавно в Зосимовой пустыне заметили, что гроб основателя обителя находится в воде, потому что место сырое. Высекли из целого кряжа гроб и сделали новый деревянный гроб. И во время переложения увидели, что все тело старца цело, а ступни ног предались тлению. Вот и равнопостыльного князя Владимира осталась нетленная только глава, а из всего тела одни кости. При конце мира, по трубному глазу архангела, тело душевное изменится и притворится в тело духовное. Действительно, теперь на Афоне нет мощей целокупных, как говорят, по следующему обстоятельству. Один благочестивый старец жил там в безмолвии и уединении, и ученика своего всегда поучал держаться в безмолвной и уединенной жизни. По кончине старца через год, по обычаю афонскому, разрыли могилу и нашли главу старца, источающую благовонное и целительное мира. Многие стали ходить на поклонение этой главе и мазались целебным миром, и тем нарушали безмолвие ученика. Поэтому он с упреком сказал потихшему старцу, «Отче, ты при жизни своей всегда поучал меня безмолвию и уединению, а по смерти своей нарушаешь это». После этих слов благовонная и целебная мира иссякла, и осталась одна простая кость, и люди перестали ходить на поклонение. И говорят, что после этого находили в могилах одни кости желтые или белые или черные, по которым и различали состояние почивших душ или находили нерастлевшие тела темные. О таких всем братствам молились в продолжении трех лет, ежегодно разрывая могилу и прося местных архиереев читать разрешительную молитву. Некоторые тела и по прошествии трех лет остаются нерастлевающимися, так их и оставляют. Причину этому домышляют такую. Грехи против Бога Бог прощает по молитвам других, особенно по молитвам церковным и за поминовение на бескромной жертве или за милостыню, подаваемую за сих умерших. А грехи против ближнего, обиду и неправду Бог не прощает, если обидевший и неправдовавший во время не удовлетворит обиженного или не примирится и с прошением прощения. В монашестве подобные случаи могут быть за самочиние и прислушание отеческих повелений и заповедей, за нераскаянность и утаивание грехов. В сороковых годах или прежде Бессарабии и турками сделано было разграбление. Русское правительство от турецкого потребовало удовлетворения. Ограбленным велено было показать свою обиду. То показывало несправедливо и прибавлял свой убыток вдвое или втрое тех тела, по смерти оказались нерастлевшимися и темными. В России же много мощей святых. Преподобного Сергия Радонежского, святителя Митрофана Воронежского, Тихона Задонского, Дмитрия Ростовского и многих других, которые о святости своей свидетельствуют чудесами. Бывает и грешные тела нерастлевающимися. В одном монастыре случайно открыли тело одного иродиакона, нерастлевшееся и темное. Местный архиерей в это время ездил по епархии. Владыку попросили прочитать разрешительную молитву. Над всем телом. Но и по разрешительной молитве тело осталось в одинаковом положении. Владыка спросил, кто он был и что за причина такого положения. В ответ получил, что он был единственный сын бедной вдовы и против воли матери пошел в монастырь, а мать по причине бедности всегда на него роптала. И кто-то проговорил, что мать его и до сих пор жива. Владыка приказал отыскать мать. Перевели девяностолетнюю старуху сагбенную. Владыка, указывая на положение ее сына, сказал, чтобы она простила его. Но старуха, отворачиваясь, не соглашалась, повторяя, я столько горя претерпела через него. Владыка продолжал убеждать старуху и, наконец, сказал, если не простишь, то и сама будешь связана. Убежденная старуха, как бы нехотя сказала, ну, Бог его простит. Темное тело тотчас рассыпалось в прах. Спрашиваете, можно ли вам носить на себе крест с мощами? Можно, только во время переезда на другое место, когда бывает это вам нужно. В другое же время иметь их в образной комнате. Сами сознаете, что для этого требуется чистота жизни. Мужество. Есть старинная мудрая поговорка. Смелым Бог владеет.